Всем привет! Начинаем новый влог. Я с улицы пришла, хожу в топике, который у меня от Фаберлик занималась. Я опять лежала на коврике. Штука классная, поэтому я прям, знаете, на улице круто. Вы мне спрашивали, какая защита. Я вам показывала корейскую защиту. Сейчас я вам хочу показать суперсредство. Мне подарилась свекровь еще зимой. В общем, я только-только начала пользоваться. Это идет кушон. Вот такой вот от Миша. Все я вам сфокусирую. Вот такой вот Миша. Это идет и кушон. Получается, вы и тонируете, и в то же время идет защита. Классная штука. Защита идет 50-ка. Я не знаю, как он продается, если честно, потому что вот такой вот кушон. И еще в комплекте шла, ну, видимо, дополнительно сменный блок. И вот такая вот штучка. Вот. Получается, вы и наносите тон, и в то же время тонируетесь. Это очень удобно, особенно если вы живете в частном доме, когда вы постоянно ходите на улице. Потому что у меня, я уже вам говорила, у меня вылазят новые веснушки. Поэтому у меня защита обязательная. Либо просто крем, если дома, если куда-то вы ходите, вот так вот погулять, то с защитой и тонируют. Потому что я люблю тональный, как бы, знаете, мне нравится. Вот. Поэтому сейчас вам покажу. Вот так вот он выглядит. Тут зеркало, я даже еще защитную пленку. Вот. Вот так вы наносите. Видите, вот у вас средство. И вот этим вот спонжиком вы наносите на лицо. Вот. Поэтому штука, ну, видите, она пачкается, потому что руками берешь. И вот достаточно пару нажатий. То есть его хватит надолго. Мне этого будет достаточно на все лето, потому что, ну, еще сменный блок. Вот. Вот. Я пользуюсь им. Ну, вот сейчас начала пользоваться уже постоянно, потому что другое мне уже не подходит. Без защиты нельзя. Либо вы просто наносите защиту и свой любимый тональный крем. Ну, и вообще, любовь. Даже вот на лето, если вы будете пользоваться чем-то под этот крем, он очень легкий. Я показывала уже не раз его. Вот, знаете, вот, мне кажется, это лучшее вообще средство. Он настолько легкий, настолько невесомый, не жирнит лицо. Очень классный. Мне он очень понравился. Это оттенок идет 0,10. Заказывала я его на Валберис. Мы тут с Димчиком занимаемся уборкой. Я теперь его хочу приучать к такому труду. Ну, элементарно. Вытереть пыль. Может быть, там пропылесосить. Да. Поднимай пульт и под ним протирай. Все это поднимай и хорошенько протирай. Молодец. А я тоже вынесла стульчики. Очень все грязно. Сейчас буду все это дело пылесосить, а потом мыть пол. Я себе сделала салат. Такая большая миска получилась. На самом деле здесь пол огурчика, четвертинка помидорчика, курица и три больших листья салата. Все это дело смешала. Сейчас добавлю сюда просто сметанки. И вот такое вот блюдо. Овощи. Много овощей получили. Ну, не так много овощей, но в то же время, видите, какая большая порция получилась. И очень сыт. Для меня это достаточно. Вот так вот можно покушать. И хватит надолго. Вот это меня утоляет вот голод намного дольше, чем, например, какая-то каша или вот, знаете, как там вот. Для меня вот это вот идеальный просто вариант. Вот так вот. Вот так вот. Боже мой, как нравится свежий воздух. С этой стороны у нас еще солнце не повернулось. С Димкиной стороны уже солнце. Прям жарко. А у нас здесь так прохладненько. Кровать не застила. Я просто вот так вот застелила, без покрывала. Потому что вот сейчас зашли и уже до самого вечера на втором этаже никого не будут. Комплект из Ивановского трикотажа. И я поняла, что уже пора, наверное, менять одеяло. Потому что уже жарко. Это у нас икеевское дело. Оно достаточно такое. Оно не плотное, но жарковато уже спать. Поэтому надо уже убирать, наверное, это одеяло, прятать и доставать уже что-то легкое. Навожу тут у Димчика порядок. Штаны спортивные все в стирке. Потому что пришел на улицу и весь грязный. Слышите, дети кричат, гуляют внизу. Шорты все. И вот футболки. Но футболки я сложила. Но все равно надо будет еще пересмотреть футболки. Какие маленькие, какие. Вот еще можно, видите, сколько много. Потому что надо перебирать, конечно. Некоторые такие, которые чуть побольше, чуть поменьше. Это, кстати, новые шорты. Я что-то их не туда сложила. Вот сюда шорты. В общем, надо перебирать. И я думаю, что надо будет... Я, конечно, сделала в Икеа заказ. Но, скорее всего, нужно будет купить еще плечики и повесить все футболки. Чтобы они не так были. Потому что все равно немножко мнутся. Вот. И повесить, чтобы он мог зайти в шкаф, открыть и там уже посмотреть, выбрать, что ему нужно. Димчик сам, конечно, застилает. Но я ему застилю покрывало. Потому что сейчас придет еще приставку играть. Ой, у нас там дурдом на улице. Так классно, когда пацаны гуляют на улице прямо возле нашего дома. Тут их большая компания. Очень удобно. С окна посмотрел, увидел, чем они занимаются. Классно. А я тут буду варить сейчас супчик. Уже бульон сварила. Очень интересно. Напишите мне, как вы режете картошку на суп? Кубиками? Или как? Потому что все делают по-разному. Вообще, я хочу сделать зеленый борщ. Ну, так как его никто есть не будет, поэтому варю опять суп. Потому что дети только по супу. А без супа никуда. Сварю со звездочками. Мне как-то написали комментарии. Звездочки – это прошлый век. Ну, серьезно. Макароны. А паутинка. Ну, как это прошлый век? Если дети любят, дети едят, если нам нравится. Почему бы и нет? Заправила я свою посудомойку. Девочки, вообще мою либо на 45, либо на эко. И мне написали комментарии, что эко моет очень долго. Попробую на 65 градусов. Действительно, эко я посмотрела даже в интернете. 150 минут, а 65 градусов моет всего лишь 104 минуты. А я думала, что вот эта эко будет меньше мыть. Не так долго. Поэтому вот теперь мою на 65. Вообще, красота. Так что всем спасибо, кто мне написал. Девчонки, по-быстрому готовлю рубленые котлетки. Куриное филе нарезала вот такими вот кубиками небольшими. Высыпаем в филе. Добавляем 2 яйца. Солим по вкусу. Можете добавить паприку. Вы можете добавить сушеный чеснок. Вообще, по вашему желанию. Где-то 2 столовые ложки майонеза, либо сметаны. Тоже по вашему усмотрению. И тоже где-то 2 столовые ложки муки. Или крахмал, если у вас есть. Нужна крахмала. И это все хорошенько перемешиваем. В идеале оставить это просто на ночь. Но можно пожарить и сразу. Если будет дольше стоять, будет намного вкуснее. Но настоится. Можно добавить лук мелко порезанный. Можно добавить селень. В общем, по вашему усмотрению. Ну что, супчик у меня такой готов. Я делаю довольно-таки густой. Потому что мы любим погуще. И звездочки. Кинула звездочки. Буквально они мне полминутки покипели. Я выключаю. И они уже здесь дойдут. Чтобы не было вот такой вот, знаете, каши. Девчонки, сейчас чищу рыбу. Хочу вам показать способ. Это мне рассказала мама на подруга. Больше этот способ, конечно, подходит для пеленгаса. Для такого рыбы, знаете, с большой чешуей. Чтобы не чистить. Вот когда вам лень. Это у меня хек. Здесь очень тонкая, ну вот, эта кожа, да, эта шелуха. Но все равно, чтобы не стоять ножиком. У меня много. Чтобы не стоять ножиком, не чистить. Вы берете кипяток. И вот быстренько поливаете. Вот так вот поливаете кипятком эту рыбку. И видите, оно прям уже отходит. Единственный минус в том, что может сойти с кожей. То есть, вы вот так вот проводите. И вот у вас вся шелуха. Видите? Просто вот так вот рукой проводите. И у вас вся шелуха, вот эта вот, она отходит. Вот, видите? Все отходит. Но единственное, я вот повторю, что отходит вот кое-где вот может отойти вот эта вот кожа. Но когда вы будете жарить, вы все равно будете обваливать в муке, да. Поэтому, как бы, это будет незаметно. Вот. Главное, быстро. Потому что я как-то разделала и слишком долго держала. И получается, оно вообще все слезло. Видите? Вот оно полностью все слазит. Но зато вы одним усилием почистите моментально. Вот просто за 5 секунд у вас рыбка будет, видите? Вот она. Рыбка будет чищена. А вот для такой рыбы, которая побольше, конечно, этот способ получше. Потому что не надо, вот у вас не будет вся грязная кухня. Вот так вот рукой проведете и все. Вот я рыбку помыла. Видите? Да, не очень красиво, конечно. Видите? С этой стороны вообще. Но, тем не менее, это будет вообще незаметно. При жарке вы даже не увидите никакой разницы. Я готовлю на двух сковородках. На одной сковородке рыба, на другой сковородке рубленые котлетки. Ну и вот, видишь, как это работает громко? Чтобы не терять время. И потом сразу вымыть плиту. И вымыть вот эти вот решетки. Я их забрызвела зелитом. Я вам покажу чуть-чуть попозже. И вынесу на улицу. Там они у меня постоят. А потом просто посудомойки помою. Ну что, вооружаемся перчатками, средством азелит. И погнали. Нужно хорошенько промыть варочную поверхность. После рыбы, после котлеток. В общем, много жира. И сразу же надо вымыть вытяжку. Решетки я уже выставила на улицу. Тоже запшикала азелитом. И потом их кину в посудомойку. Они в посудомойке отлично вымоются. В общем, такая у нас работа предстоит. Трудоемкая, долгая. Но, в принципе, азелит справляется очень хорошо. Поэтому мы сейчас с вами все вымоем. Единственное, что нужно обязательно открыть окно. Одеть перчатки. Потому что без этого можно просто задохнуться. Средство очень хорошее. Но, вы знаете, довольно-таки сильное. Я очень довольна, что я его нашла. Я пользуюсь им уже не первый месяц. И вытяжку он моет, конечно, вообще шикарно. Так что уборка будет запахом. Но, в принципе, быстро. И все хорошо отмоется. Посмотрите, какое все жирное, грязное. Почему-то стало все желтое. Видите, какие швы стали желтыми. Я сейчас, надеюсь, я это все вымою. Все хорошо зубной щеткой вымывается. Сейчас подождем пару минут и буду смывать. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А столешницу буду мыть вот этим вот средством. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, что у нас получилось. Субчик картошка с маслом. Зелень не добавляла, потому что дети не особо любят, поэтому каждый сам себе может добавить. Вот такие вот котлетки и жареная рыбка. В общем, мы с вами молодцы. Плита чистая, все моется. Можно теперь и отдохнуть. Мы сели с Соней есть. Опять, да, Сонь? Мы едим шашлык. Сонь, покажи, какую зеленушку ты ешь. А Соня ест кинзу, представляете? Я не могу даже дышать, когда она рядом. А она ест прям... Да, Сонь, вкусно тебе? Еще у нас такой лоток зелени остался. Молодой чеснок. Обожаю. Но у меня, если честно, в последнее время от чеснока и от лука болит желудок. Лук, чеснок, в общем, все зелень. Я вот так вот сложила в лоток. Базилик. Я вообще-то, я прям дышать тоже не могу. Базилик, кинза, это для меня прям жесть. Я больше люблю лук, чеснок. Сонь, ну ты же не будешь есть лук? Или будешь? Да. Ну, что-то не фокусирует, ничего. Он, Сонечка, он горький. На, попробуй. Да. Горький? Горький, вот, попробуй. Нет? Димчик собирает лего. Уже сто лет, да, не собирали? И смотрим Годзиллу. Вот так вот? Страшно? Кушай. А сейчас поставлю чай, будем с пасочками еще чай пить. Соня нарвала у соседей цветы и принесла домой. В общем, я поставила. Они у нас стоят уже дня три или четыре. Вот так вот в стакане. И вообще ничего с ними не происходит. Я, в общем, убрала вот эту корзину, которая была у меня деревянная. Оставила вот так вот. Хочу тоже заменить. Но что-то такое тоже деревянное. Может быть, поставить. Такой подносик поставила. Здесь у меня стоит бумажный полотенце. Что-то захотелось мне такое, знаете, поменьше, чтобы всего стояло. Вот. Масло сейчас я уберу, чтобы на солнце здесь не было. Почему тут, как обычно, у меня няня, она никуда у меня не уходит. Цветочек и сон. А сюда поставила комфот, потому что на солнце, я боюсь, чтобы не прокисли. Вода тоже стоит здесь. Тоже хочу фильтры. Сейчас дам, Сонечка. Фильтры хочу еще один купить. Оставить один, вынести на улицу, чтобы там, потому что мы сейчас на улице проводим вообще все время. Вот мы домой вообще за праздники не заходили. Чтобы там была вода и дома была вода. А эту подставку я поставила вот сюда вот на кухню, на окно. Я сделала заказ Икея. Придет мне там, в общем, потом вам покажу. Брызгалку пока сюда поставила. Другую прозрачную заказала, чтобы посимпатичнее смотрелось. Вот. В общем, здесь у меня теперь будет стоять это. Ну, пока, может быть, тоже на улицу вынесу, посмотрю. И полностью разгрузила на подоконник. Кажется, так смотрится поуютнее. Мы не остались без пасочки домашней. В общем, нам соседка угостила такими пасочками. Мы уже съели. Вот разогрела сейчас в микроволновке, чтобы она была такая горяченькая. Она как будто вот только-только сделана. Заварила чай. Очень вкусно. Я тут опять занимаюсь расхламлением. Такой вот целый большой пакет вещей. В общем, то, что я носить не буду. То, что у меня либо маленькое, либо уже большое. Футболки, в общем, которые я носить не буду. И даже это вообще новое. Я ее ни разу, мне кажется, не одевала. В общем, такие свитера. В общем, все, короче, это отдаю. Чтобы они у меня и не лежали. Мне не нужно, а может быть, кому-то и пригодится. И кто-то будет в удовольствие носить. Не холодно тебе? Соня, он рысачит. Такую шляпку ей купили. Классную такую вообще. Мне нравится, что здесь такая резиночка. Удобно. Падать не будет от ветра. Это, конечно, просто хит. Видели, сумка какая. Она в нее вцепилась. Соня, ты не забыла свою сумку, да? Держи. Красотка. Готовься. Что там, Соня? А, жук. Вот любительница жуков. У нас тут вечернее чаепитие. Голодный? Будем блинчики. Это бабушки. Ну так классно. Слушайте, в заморозке. Разогрел микроволновки. Соня, ты будешь убирать свое, нет? Это называется, когда у тебя есть старший брат. Смотрите, что он сделает ей татуировку с единорожком. Тебе нравится, Соня? Да? Все, мы ложимся спать. Всем пока-пока. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok